всем 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 привет ребят сегодняшнем видосе им мы с вами я думаю как вы же поняли по супер кричащему названию которое я сюда сделаю напишу придумаю а вот и вы соответственно все увидите мы с вами про поговорим просто про какой-то я не знаю взрыв который произошел у наших разрабов я не знаю с чем это связано может им не платит премию или зарплату и может вообще они где-то заперты вот в цепях сидят и их заставляют работать вот я не знаю что короче происходит в нашей игре но жесть просто лютая короче я тут сейчас открыл дискорд на вот причем как бы еще раз пролистал всю инфу и понял что просто как бы новые технологии про которые я хотел поговорить это далеко вообще такая знаете вершина айсберга я бы так сказал в новых обновлениях вот ну посмотрим посмотрим в общем сейчас я вам расскажу покажу потому что уже просто даже у меня как говорится не выдерживает пятая точка начинает гореть а вот с одной стороны с другой стороны конечно классно все новое ну короче ребят всем приятного аппетита и приятного просмотра а мы соответственно начинаем и так а начинать я буду с чего порядок у нас сегодня будет такой мы сейчас смотрим на дискорде все новости которые анонсировали вот буквально с декабря вот которые я там пропустить не пропустил что-то я публиковал в телеграме что-то не публиковал в телеграме но еще запубликую так сказать поэтому всем рекомендую кто еще не подписан не смотрит мой канал в телеграме подписываемся ребята там стараюсь потихонечку соответственно кидать последние обновления там и так далее инфу а вот которая происходит в игре ну и плюс у нас там есть чат для обсуждения где нужно и поволтать и обсудить все эти моменты а плюс соответственно параллельно кому интересно у меня группа есть еще в контакте там я тоже соответственно стараюсь дублировать все то что происходит в телеграме но говорю сразу телега в первую очередь потому что для меня это быстро и просто а вот но потом если как говорится успеваю то все эти еще дублирую а века века также добавлю все видосы на с ютуба потихонечку долезу до этого вот чтобы всем было удобно посмотреть если нужно будет мои видосы прям а века ну будет по ссылочке открываться видосы ютуба но смотреть соответственно будете на вконтакте но это такое маленькое обновление поэтому кто где не подписан если вы следите за инфой хотите это все успеть вовремя просмотреть и так далее вот ребята всех как говорится добро пожаловать привет свою и так далее а что у нас дальше возвращаемся открыл я такой короче дискорд полистал тут вот новости ну вот последнее то что у нас там было про наших кунфу панды там всякие связочки вот эти вот бесполезные рекомендации которые делают непонятно я не знаю кто там их все тестирует и так далее ну ладно без обид ребят как бы делайте красивые картиночки мне нравится все классно хорошо вот не надо заморачиваться дальше у нас тут добавлялись всякие скины вообще не публикую такую дичь потому что ну сами понимаете все сугубо платно и так далее вот поэтому все это в игре тоже видно дальше у нас тут какой-то pvp оптимизации так далее в общем даже не хочу смотреть на что-то будет возможно интересно и понеслось вот 1 декабря версия 2 30.1 по вам у нас она сейчас как раз такая либо уже 2 30.2 на где-то так в общем сделали некоторые фиксы обновления читать не буду ничего в принципе интересного все уже думаю кому надо видели а кому надо не видели но что-то пофиксили вот если нужно но как бы напишите в комментах я переведу и скину это все в телегу что здесь пофиксили вот чтобы вам было проще как быть читать это все смотреть дальше что у нас вот тут интересное вот тоже что-то у нас тут обновляется вот какие-то вот непонятно интересные моменты в даже честно мы пока не хочу читать но меня здесь удивило что а вот я открываю the cop of days and great sales на то есть хорошая распродажа понятно какие-то скиночки траля и чтобы вот здесь удивительно вы видите это вот я вот тоже смотрю вот я вижу настюху а я вижу нашего инженера да а ты кто вот и кто вот я что-то тебя не помню вот напомните мне в комментах это кто у нас за герой такой мне кажется или это какой-то непонятный слив инсайт или я что-то пропустил и что это за девочка что-то я не понимаю если она с плюсиком вот здесь вот как бы вот здесь вот нам дать им покажу здесь такое опасное место вот ну вот здесь плюсик похоже на какой-то типа да там может быть этого аптека там лекарь там все дела может это наш аптекарь которая девочка смысле но уже есть в игре до помните герой развития вот но как бы она выглядит по моему немножко по-другому ну да ладно возможно просто я к чему что вот таким вот случайным образом слили как бы какого-то героя нового возможно либо я что-то пропускаю но да ладно это тоже как бы читать не буду если нужно напишите переведу добавлю в телеграм вконтакте новости ну в принципе может быть даже здесь на ютубе в сообществе тоже а буду это все публиковать опять же напишите если это хоть кому-то нужно чтобы я просто не тратил время впустую дальше мы это все листаем здесь всякие там победители акции разводняк и так далее вот один момент который я пропустил почему-то не понятно как тон мимо меня прошел видно в 6 49 утра и это время сплю поэтому 5 12 у нас а новая игра траляля для всех в общем что нам нужно делать смотрим детали отлично есть картинка открываем обезьянки смотрим что у нас заходим мы в штаб разведки наконец-то сделали вы не менее бесполезным а дальше что находим какое-то анонимное радио анонимные сигналы мы их подаем мы тут с кем-то общаемся отлично drink water every day пейте воду каждый день лол хороший совет спасибо я подумаю я пью может быть не воду каждый день ну ладно с вашей игрой можно пить что-то другое каждый день а вот отправляйте короче какие-то сигналы используйте вот эти вот наши книжки с кодами либо кодовые книги ну короче вы поняли непонятно где их еще небось брать как всегда может випки или покупать вот ну и судя по всему вот здесь вот я так понимаю мы будем общаться с какими-то анонимусами ункновными которых мы конечно же не знаем это либо боты либо не боты либо это просто разрабы сносорут и пишут нам всякие советы там типа пейте воду прыгните со скалы а вот ударьтесь головой потратьте деньги все что у вас есть а вот потом возьмите в долг еще все потратьте а вот но я вижу здесь вот такой вот якобы наверное прогресс да то есть типа там прочитать все сообщения от анонимных или отправить там этим всем анонимным а ну в общем вы поняли там клуб анонимных вот я просто вижу вот здесь вот коробочки а вот то что нас может интересовать наверное да каждый день заходить вот такой вот фигню делать наверное мы будем какие-то плюшки получать в общем надо будет посмотреть что это вообще такое будет ли есть он или нет но пока честно говоря не очень нравится тут забываешь как бы зайти иногда пособирать флешечки в этом радаре а тут еще надо сюда заходить ну в общем да не очень как бы такое ладно здесь обновление серверов обновление серверов окей дальше вот новость но я думаю мы ее все видели с декорами то есть чемпионату мира а вот ну здесь просто акцент я сделаю на чем на том что вот это вот база со стадионом но достаточно неплохо подымает тактическую атаку плюс 12 процент скины последнее время некоторые выходят просто лютые я просто об этом да то есть такие показатели в процентах это с другой стороны даст со всеми нынешними технологиями и так далее если вы технологии не прокачали то выйти покупали скиночек этим компенсировали но я просто к чему с новыми технологиями вообще в суммарно со всеми циферками которые мы получаем бонусами а вот эти уже наверное 12 процентов которые кажутся вау они уже не кажутся вау потому что как бы столько всего понаводили но все равно как бы это не фишка не для меня и для многих неприятная почему потому что в основном это все донатная вещь то есть но как бы вы заплатили вы это получаете плюс процент а они заплатили и другого способа это получить у вас нет даже каким-нибудь там супер усердие если вы сидите 24 на 7 в игре но да ладно сильно вдаваться не будем в подробности и так далее так далее футбол я уже это объявление делал вот с моим хорошим предположением что все-таки бразилия пройдет мы уже сразу проиграли вот для тех кто не смотрел или не интересуется ну в общем да моя ставочка сразу не зашла потому что хорваты молодцы все-таки смогли выбить бразильцев и отправить их отдыхать домой вот чуть голландцы не повторили то же самое с аргентинцами но да ладно не будем сильно про футбол канон не про футбол поэтому да вот соответственно новый контент который к нам приходит то что я уже в принципе и выложил в телеграме я думаю уже все видели а вот что у нас здесь ну как бы появляется зомби чудовище магнус сильный короче чмошник будет которого нужно быть я так понимаю пить всем альянсом или что-то такое для нового для получения новых ресурсов вот видите да в кавычках титаниум я не буду здесь все переводить честно говоря вот видите вот когда вот столько информации просматриваешь вот это все переводить вникать и так далее ну просто жопа взрывается прям не знаю поэтому как-то буду так условно поверхностно дальше если нужно где-то буду подробнее заходить а вот получается у нас появляется какой-то новый супер монстр магнус пока непонятно для меня он появляется на какое-то время хотя как бы глупо да если появляется новый ресурс титаниум который мы будем с него добывать а у меня есть предположение что это все таки появится что-то а-ля нового веника в штате которого мы будем каждый день потихоньку ему пузить и получать потихоньку по крохам какие-то там титаниумы на вот будет конечно странно если это все будет только на время и потом как бы титаниум с него уже не будет падать и его тоже не будет но посмотрим вот и соответственно указано здесь что титаниум который мы будем использовать для улучшения наших технологий очень внимательно технологии алё это будет еще новые технологии где будет титаниум чтобы улучшить их да да то есть значки передовых ребят уже наверно ну ходят на второй план будем еще дональдить в титанию хорошо а вот улучшение также солдат и вашей базы а какие здания мы можем улучшать на нашей базе если у нас на базе все 25 уровня а алё разрабы вы все-таки решили вводить 30 уровень базы или 50 и у нас появятся новые уровни у всех зданий и соответственно нужно будет прокачивать уже за титаниум интересно сколько это денег мы заработаем но в общем пока непонятно но мне на базе качать уже нечего и давно уже нечего и у многих так все создания 25 уровня все даже которые не нужны даже склады все фуллов и вот для каких зданий ну хотя могут хоть просто вести какое-то непонятное одно здание которое будет использовать титаниум но в принципе допустим как лаборатория хопнесс да где мы используем красные наши кристаллы для ее улучшения до 10 уровня все посмотрим но в общем это как-то подозрительно звучит ладно новая технология да ну собственно в принципе почему решил записать этот видос мы сейчас посмотрим видос от владислава вот передового штата 2904 поделился с нами данной технологии в общем к этому придем сейчас пока не подробно не будем в общем добавляется новая технология хорошо новый герой вот у нас здесь энни ну видим такая на девочка слегка азиатской внешности вот с каким-то геймпадом или что-то в этом духе в наушниках с ушками ну типичная наверное стримерша свеча на вот хотя как бы я твич особо не смотрю но очень напоминает а вот что-то там будет как бы делать ну и здесь как бы то же самое основное это вот у нас выделено флуатинг титаниум машин ганнерс да понимаю должна я так понимаю ну флотить и флотинг это как бы да там ну типа тоже сбор коллекции там вот а собирать много титаниумных типа машинных орудий или что-то в этом роде но в общем девочка тоже я так понимаю запилена по своему что-то под титанию но что именно пока непонятно потому что здесь по сути описание не ее навыков сколько просто как бы ну скользь легкое описание о самом герое дайну и орел пустыни она будет принадлежать этой фракции а вот как она будет использоваться что это будет за герой то пути по фиолетовых героев которые там у нас до собирают ресурсы которых там вели ну уже так не так давно но вводили но специально герой для сбора ресурсов до тех кто не знает как вы можете посмотреть а вот либо это будет какой-то просто герой который будет бустить вам получение титаниума допустим вы будете сажать в бтр вместе с другими там не знаю зомби этого мочить магнус и так далее ну в общем посмотрим ну что-то будет и прям глобально будет ну и соответственно эпическое возвращение ангельского мишки вот если я не ошибаюсь он у нас был в каком-то хэллоуин или еще что-то короче там с ножом такой мишка с какого-то прям фильма ужасов вот это временное событие насколько я помню мы там просто ходили и прибивали мишку или там мишек и так далее и получали плюшки здесь принципе то же самое то есть он вернется вместе с магнусом что-то в этому духе ну и побеждать его чтобы получить тонны ресурсов и всяких полезных фишечек окей как бы но здесь все что как говорится временно ради бога то есть он пришел по убивали ушел забыли все а вот ну соответственно вот по новой технологии здесь немного сдали инфы нам но мы сейчас посмотрим подробно а вот тут еще и 5 до 1000 значков войны дают вот чуть ли не всем не знаю что это будет ну ладно здесь нас интересует что доступность штатов передовые штаты и первые тиры 1170 понимаем да то есть сейчас уже в передовых у нас 889 еще этой технологии нет но я думаю они в принципе указали где это пока будет водиться то есть но начали все равно с передовых а вот дальше уже соответственно будет 1-1170 ну то есть первого штата по 1170 кто находится более молодых штатах ну просто готовьте ваши жопки под это все дело вам чуть позже это все добавить а вот соответственно не забывай да то есть то даже тот видос который мы посмотрим сейчас есть вероятность что возможно какие-то будут изменения в плане стоимости в плане показателей так далее потому что на передовых все равно все тестируется да вот и потом уже для других вводится возможность некоторыми изменениями ну в принципе допустим технология ядовитого клинка сильно не изменилась хотя как бы в передовых ее насколько я помню ребята нам говорили и вводили потом убирали потом опять вводили и потом уже она такая же к нам и пришла поэтому ну всякое может быть вот дальше что у нас здесь пишутся ну типа коротко они короткое время исследования необходимо да ну понятно сейчас посмотрим там столько уровней исследования что если еще на это все тратить ускоро это жесть а меньше необходимо ресурсов но насчет ресурсов ну наверное не имею ввиду обычных ресурсов до которых у нас свалом типа там лес и до нефти лучше бы было больше ресурсов но меньше значков войны и лучше фермы бы свои пограбил чем много там всем как бы ну короче вы поняли ладно это мой сарказм а дальше что у нас у нас здесь какой-то free access to resources кредким до люб быстрый бесплатный доступ короче к редким ресурсам типа значков войны и же наших же и стяночек он да очень редкий до увеличение атрибутов силы наших юнитов короче ну смысле войск ну это да здесь лютая жесть и это факт мы сейчас к этому как раз придем посмотрим дальше у нас опять куча всяких розыжев неинтересно читать это все вообще бред выникать здесь у нас что короче мы получим всем по 2000 что-то там короче опять серверами что-то походу и по сути все ну и соответственно ребят давайте не затягивать долгий ящик вот такие вот у нас новости это просто жесть на самом деле я просто этого всего еще не ожидал так много алё я уже сделал выпуск я уже сделал видос ну кто смотрел предыдущий да как оставаться актуальным в 2к 22 походу уже этот видос становится не актуальным потому что теперь нужно будет делать новый видос с учетом нынешних технологий еще и надо посмотреть что будет за титанием и что вообще у нас будет с уровнем зданий будет ли новое здание либо вообще всех подымут ладно а пока все ждем вот как говорится буду вас стараться оперативно всю эту информацию вкидывать а вот ну а мы соответственно все еще раз поблагодарим владислава из передового штата который нам записал этот видос который мы сейчас посмотрим я вам покажу подсчеты суммарные по всем показателям есть на технологию изучить нас на сто процентов мы соответственно переходим туда и так ну вот соответственно видос опять же повторюсь есть в телеграме в обсуждениях владислав именно туда скинул а вот это уже второй видос не тот который попал у нас первый в публикацию на у меня на телеграм-канал второе уже не стал скидывать это более подробно я уже решил его осветить здесь в видосе но кому интересно можете зайти туда в принципе даже скачать там смотреть и так далее как бы в наших обсуждениях в телеграме а вот что у нас здесь ну вот соответственно пока на паузу нажал у нас появляется улучшение выживаемости технология насколько я помню 21 процент это уже было в кино за наверное порядка 150 помыли около того до военных значков вот довольно таки немало цены здесь конечно очень такие прям дешевые вот очень 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 дешевая и сейчас просто на самом деле вот посмотрите на это все горит жопа да вот сколько технологий есть ну понятно это и демовский они на сезон но их тоже нужно изучать тоже как бы тратит хорошо что еще передовые ну то есть разрабы вообще делают акцент на новых технологиях с учетом того что вас передовые уже все выкачаны да то есть ну а угово не все выкачаны я пока свои даже еще не докачал там 80 плюс процентов под 90 ну еще как бы ветку стрелков не надо все добивать еще бойцов надо добить там пару исследований а вот ну в общем еще довольно таки критично ну понятно клинок как бы тут до 35 в принципе можно вкачать пока получить скидку на суперкубы и все ну как бы более пока можно не качать и не тратить эти самые современные технологии вошли как бы вообще через одно место кому они нужны сейчас не знаю хотя у меня как бы есть для вас одна база где я уже влил тоже порядка 150 значков я там забил на передовые я качаю там современное вооружение а вот как только я там докачаю до ну скажем так оптимального момента чтобы вам показать я запишу видос вот по поводу прокачки этой технологии как там можно что но если мне конечно получится что прокачивать что нет в принципе и насколько я помню и получается у нас там где-то в среднем можно и прокачать процентов на 60 а возможно около того и этого будет в принципе пока в предельно достаточно но с учетом ввода новых технологий вот эти мне кажется вообще идут на третий план вот их в идеале бы тоже уже прокачать и забыть но по сути а когда поэтому получается и передовые и новые передовые потому что я вот эти вот улучшения выживаемости считаю как новые передовые технологии ну в плане их бонусов и стоимости затратности их исследования я при том что никаких скидок там ничего не работает как передовых потому что это лютая жесть про мехов я вообще молчу как бы тоже главное в принципе открыть всех мехов открыть все производство три очереди и в принципе этого достаточно дальше до 100 процентов есть нет смысла потому что там ускорить им в основном производства а уменьшение затратов ресурсов и так далее особо нам не нужно и так но соответственно погнали включаем видос это вот так делается это делается вот так вот у нас здесь как бы бы быстро информация будет проходить я буду тоже стараться быстро у нас здесь значки войны прибавляются в коробочках а я так понимаю в каждой коробочке должны прибавиться ну а дальше соответственно вот пошло повышение всяких там защиты и так далее вот ну давайте вот таким образом я сейчас все таки этот видос проиграем полностью потому что итоговый у меня показатели уже посчитаны чтобы мы с вами потом понимая сколько нужно будет ну как бы не то чтобы нужно сколько вообще всего показатели мы получим бонусов понимание насколько это все зашкварно а вот здесь обратите внимание на то что все исследования идут то 10 уровней то 20 уровней а вот в среднем вот так то есть довольно много и такие вот только периодически там бывают на пять процентов то есть на уменьшение получаем урона либо увеличение урона а вот соответственно коробочки уже следующие 4-6 опять же жестяночки вот мне вообще нравится пошли технологии защита машин 40 процентов 40 карл 40 лё 40 это не один раз по 40 я вам сразу говорю это просто же мне уже голос походу садится ёпта вот видите даже не кричал еще а посмотрите здесь внимательно что сейчас вот мы пройдем где у нас тут бы поймать сейчас а ну вот допустим то восполнение а за ну то есть повышение очков здоровья стрелков у нас это девятый уровень сейчас а вот и будет следующий десятый вроде немного до 1300 только 10 уровень а их всего 20 даже если по 1000 бы здесь было в каждом уровне то есть вам нужно потратить 20 тысяч очков а здесь уверенно подчуть но возрастает там 1300 там где-то там 1400 и так далее то есть на одну такую технологию где-то будет там 1030 у вас уходить вот здесь сейчас на текущем дальше еще больше и вы понимаете да что вам ну вот сколько нужно на то чтобы прокачать очки из дороги просто стрелков и это одна из немногих технологий а вот они у вас показаны ну судя по вот кстати по бэму где у нас сейчас еще раз вот откроет а вот да ну я просто к чему то есть бм в принципе еще терпимо да то есть можно коробочки там пытаться делать насколько я понимаю ну да ладно опять же тоже все вот эти вот повышение увеличение армии вот это конечно меня вообще прибило но здесь его 2 на вот сейчас мы это все посмотрим опять же жестяночка и значки войны уже в коробках 7-9 то есть я так понимаю будут добавляться на во всех коробках ребят я не ставлю паузу то есть вы можете ставить паузу посмотреть более внимательно вот общий показатель вам покажу а если кому нужно опять же в телеграме в обсуждениях переписки там еще пока недалеко мы там сильно не влудили можно найти эти видосы от влада и соответственно их также посмотреть без моего здесь участия комментариев пожалуйста как бы проблем в этом нет я просто не хочу сейчас счет сильнее затягивать видос ставить много пауз мы это все посмотрим в общих показателях все цифры которые здесь есть я их соответственно папа записывал вот для вас соответственно все это структурировал и суммировал чтобы мы понимали сколько мы всего будем по сути получать но я просто здесь вам нужно обратить внимание что под каждый вид войск до отдельно под машинки отдельно под стрелки отдельно под бойцы идет вот это все усиление защиты атаки тактической атаки тактической защиты урона там и так далее то есть в моей таблице там где-то все свод на там будто для всех но вы просто должны понимать что для всех имеется ввиду вам нужно изучить отдельно для машин отдельно для стрелков изучить и отдельно для бойцов и тогда у вас это все будет для всех одинаково вот соответственно потратить в три раза больше ну не суть важно видосик как раз уже подходит концу я думаю вы сейчас здесь все прекрасно видите сколько здесь всего а вот вот тоже здесь не сильно все пытается то есть везде прям показывать он показал что есть у зай допустим для машины ну и соответственно показывает просто, что есть такой же для стрелков и бойцов, ну, и не открывая там более подробно, потому что, ну, нет смысла, и так это все видно, что оно все одинаковое. Вот, ну, и, соответственно, урон техники. Это последнее у нас идет, вот, и все. У нас, кстати, вот этот вот урон техники, он как раз есть в последних технологиях, где я тоже говорил, да, что, ну, урон с маленькой буквы уже здесь как-то, ну, смотрится, ну, коряво просто, везде классно, тут вытащили этот урон, не знали уже, видно, что впихнуть. А вот, ну, и, соответственно, ребят, итоговые показатели, готовимся и смотрим. Итак, ну, вот, соответственно, итоговые я выписал, вот, я думаю, после публикации видоса сегодня вечерком, вот, я выложу это тоже все у нас в Телеграме и ВК, инфу вот в таком виде скрина, просто, чтобы вас понимали, но здесь есть вторая запись более подробная. Итак, улучшение выживаемости, ну, я немножко здесь суммировал, к наградам 1-9, ну, то есть, ко всем коробкам мощного района, либо альянса. А, ну, района, скорее всего, нет, там же нет жестянок, хотя, может, и добавить. Ну, ладно. 1-9 плюс 150 значков войны. Насколько я понимаю, в каждой коробке, с первой по девятую, должно быть по 150 значков войны вам прибавиться. Ну, вы видели эти технологии, там, в самом начале 1-3, то есть, только в первых трех коробках, потом можно дойти с четвертой по шестую, добавить себе еще бонусы, и с седьмой по девятую уже, в конце. То есть, соответственно, суммарно, если вы всю эту технологию изучаете, у вас плюс 150 значков войны в каждой коробке. Ну, сколько я понимаю, может, конечно, за все 9, но, скорее всего, в каждой. А что это нам дает? Ну, давайте с вами посчитаем. 150 значков войны и 9 коробок в день вы открываете. То есть, вы получаете сколько? А там у нас 900 и 450. 1350 значков войны будете вы получать в день. И примерно 1000 с копейкой вы получаете изначально. То есть, сейчас тоже есть значки войны в мощном альянсе, вы их тоже получаете. А примерно тоже около 1000 с копейкой. То есть, по сути, где-то 2,5, может, 3 до 3 тысяч значков войны в день вы будете зарабатывать. Это неплохо. Но все равно этого мало. Но, как бы, лучше, чем ничего. Вот, конечно же, обладатели випки будут еще докупать, по-моему, сколько там, 3 раза, да, в неделю по 2000. Это еще 6000. Вот уже, как бы, существенно, да? 6000 в неделю с випки и по, ну, грубо говоря, 2500 в день. Вот и получается. У вас, грубо говоря, за недельку сколько получается? Правильно, у вас получается где-то порядка, наверное, 20 тысяч значков войны в неделю. С учетом вип-магазина. Если без вип-магазина, ну, где-то, сколько там, минус 6000. Где-то 14 тысяч у вас будет выходить. Тоже немало, но, по сути, вы видели там, цены на исследования и этого мало. Ну, как бы, ну, не то, чтобы мало. Ну, на полгода вас, как минимум, занять придется. Вот, ну, либо больше даже. С учетом предыдущих технологий. Ладно, дальше. Жестяночки. То же самое. Плюс 30. Час их нигде нет. Кроме вип-магазина и всяких там событий, наград и так далее добавится. Сколько у нас здесь? Ну, 300 жестянок вы будете получать. Ну, 270. С 9 коробок. Ну, это немного. Вот. Ну, еще в вип-магазине вы там покупаетесь со всех событий, потихонечку жестяночка копится. Ладно, это как бы лишним не будет. Любые ресурсы, которые к нам добавляются вот таким образом, грубо говоря, приходят. Приходят к вам условно на халяву, но, по сути, это как раз таки есть ваше усердие. Если вы каждый день заходите и вы не ленивый, вы открываете 9 коробок. Это и есть ваше усердие и вы за это получаете награды. Но, опять же, их нужно сначала изучить, эти награды. Так как, знаете, чтобы получить премиум на работе, сначала за это нужно заплатить. Вот. Примерно так это, наверное, звучит. Ладно, дальше. Защита бойцов. Ну, я специально сделал вот таким образом, просто, чтобы вам было видно. Плюс 20%, потом плюс 40, плюс 40, плюс 40. Стрелков тоже самое, соответственно, машин тоже самое. Дальше я просто уже стал ленивый и уже писал для всех. Хотя изучать нужно для каждого вида войск отдельно. Очки здоровья. Плюс 10, плюс 20, плюс 20, плюс 20. Нормальные такие, да, цифры. Атака всех. Ну, то есть атака, да, повышение атаки. 10, 20, 20, 20. Снижение получаемого урона 5 и 5. Ну, то есть там будет 10. Увеличение армии. Вообще класс. 15 тысяч 30. Мы сейчас к этому придем. Тактическая защита всех и атака тоже везде, как бы, плюс 10, плюс 10. И урон всех плюс 5. А вот, вот, соответственно, более краткая, но сжатая, более понятливая информация. Это уже можете заскринить. Но, опять же, я выложу после публикации. Итого. Коробкам 1.9 плюс 150 значков войны плюс 360. Ну, я не стал считать суммарно. То есть в каждой, плюс каждой коробке. Будет, наверное, правильно сказать. Хорошо. Защита всех. То есть если вы прокачали все эти технологии. Плюс 140%. 140, Карл. Просто 140%. Алло. Ну, это еще ладно. Очки здоровья. Плюс 70%. 70. Получается, ну, было бы 100. И эта ваша технология, по сути, увеличивает очки здоровья ваших поисков в два раза. Вот, по сути. А плюс все остальные бонусы, которые у вас есть. Фу. Там вообще. А вот. Атака плюс всех. Атака всех. Плюс 70%. 70. Ну, как бы, по сравнению с защитой 140 это немного уже, да. Как бы, ну, но все равно. Снижение получаемого урона. Минус 10%. Да. То есть на 10% вы будете получать меньше урона. Это как бы существенно. Алло, это именно снижение получаемого урона. Это, по сути, прям, я не знаю, технология прям, не знаю, прям условная, которая, да, у нас у новых героев, там, у зверя, у ангела, там, снижение получаемого урона, там, у пушки. То же самое здесь. Только уже для всех действует. Классно. Вообще классно, конечно. Увеличение армии плюс 45 тысяч. Вдумайтесь, да. 45 тысяч. Ну, я так понимаю, это на всех. На весь ваш БТР. То есть на всех троих героев. Ну, то есть по 15 тысяч на каждого. Ну, а теперь просто легкая математика, да. Стандартный герой, сколько у него там, 108 тысяч, да, у него получается войск. Хорошо. Берем нестандартного героя, какого-нибудь S либо X героя, вешаем на него четвертый, четвертого уровня, ну, то есть максимального уровня навык Hopness составной, и у него максимально уже 120 тысяч, насколько я помню, войск, да, за счет этого навыка. Вот. Я уже молчу там про всякие лидерства и так далее, которые еще больше увеличат войска. А вот 120 тысяч. Плюс еще 15 ему прибавится за счет вот этих 45. Получается, итого 135 тысяч у героя будет войск. А всего героев 3 в БТРе. То есть у нас уже сколько получается? Правильно. 405 тысяч количество, общее количество голов в БТРе. Это стадо, понимаете? А теперь подумайте, в стандартный БТР выходит, в котором 325 тысяч и против вот такого прокачанного БТРа, в котором 400 тысяч вашего соперника уже практически на 100 тысяч, ну, на 70 тысяч войск больше. А если у него эта технология изучена, значит, у него еще и защита всех на 140 процентов больше, скорее всего, чем у вас. У него огромное количество очков здоровья плюс 70 процентов. Мало того, что их много, так они еще и живучие, падлы. Вот. Атака, ну, атака, понятно. У него снижение будет получаемого урона, скорее всего, полевого, минус 10 процентов. То есть вы будете бить на 10 процентов слабее. А вот. А с учетом того, сколько там количество очков здоровья и брони будет, то вы вообще будете, я не знаю, как с воздушки, наверное, по танку стрелять, да, то есть пощекотайте его, погладите и все. А вот. Ну и про остальные показатели я тоже молчу. Тактическая защита и атака, как бы немного, 20 процентов, но это все равно есть. Суммарно со всеми там уже будет и урон плюс 20 процентов. А вот нет, здесь не плюс 20, это моя ошибочка, плюс 10. Это я что-то не написал, да, плюс 5, плюс 5. Видно, пальцы жирные, толстые, поэтому сразу на две кнопки нажимают. Сорян, ну ничего, плюс 10 во время поправил. Урон плюс 10. Ну тоже, да, понимаете, вам будут наносить еще и по лицу плюс 10 процентов больше. А у него-то войск 400 тысяч, там-то по лицу будет бить больно, с учетом количества голов. в общем, по текущим показателям, что я вам могу сказать, ребят, по сути, это передовые технологии номер 2. Очень огромное количество бустов, вот, и в любом случае, вот, передовые вот это новые технологии, это будет в первую очередь на прокачку. Вот эти вот современные вооружения, которые вам ввели, нам ввели, всем ввели, не дают таких бонусов, это однозначно, поэтому за ту технологию пока тоже можно, как по мне, забыть. То есть передовые и вот эта технология. И скорее всего, вот эта технология сейчас будет даже важнее передовых. Почему? Правильно, потому что она хотя бы вам даст прирост жестянок и значков войны. Вот эти вот первые показатели, которые раздроблены, которые придется, если докачивать, там вообще лютая жесть, надо сколько значков. Почему? Правильно, потому что вы так бустанете себе количество и прирост ресурсов. чтобы потом дальше прокачиваться. Но опять же, конечно, в передовых есть скидки и там можно это все сэкономить. Поэтому, ну, тем, кто выкачал либо уже практически на грани выкачивать передовые отряды на 100%, добивайте их и переходите сразу к этой. Тем, кто, конечно, еще не выкачал передовые, ну, скорее всего, переходите, наверное, к этой и пробуйте здесь вот хоть какие-то бонусы получать. Но лучше, наверное, все-таки бы передовые тоже докачать и хотя бы забыть на какое-то время. Вот. Что еще бы хотелось добавить, ребят? С таким количеством процентов вот эта технология. Технология клинка. У меня уже что-то голо садится, вообще капец. Технология клинка. Технология передовых. Современные технологии. Мехи. Даже без оружия просто прокачать мех до потолка, до 80-го уровня. Представляете, сколько там процентов будет? Я просто... Это просто лютая жесть. И здесь именно акцент идет на выживаемость, ну, так и технология у нас как бы называется, улучшение выживаемости. То есть, по сути, весь акцент идет на то, чтобы получать меньше урона. Вот. Но если бы это все было так легко доступно, что мы все стали резко супер бронированные и друг друга щекотать, то да. А по сути-то, в первую очередь, станут самыми бронированные кто? Да. Донатеры. То есть, мы их и так щекотать еле-еле могли там как-то. Кусали их потихоньку. А теперь они станут такими жирными, что их уже не прокусишь. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Ну, как бы прокусывать-то, конечно, мы будем, но придется чаще и дольше кусать. А вот. А донатерам, конечно, друг с другом будет очень весело. Они друг друга будут так лупить, знаете, как это, как по лицу, так ладошкой, ну, так легонечко, так, знаете, как после бритья, наверное, ну, мужики поймут. А вот. Поэтому жесть просто. Если совокупно взять эти проценты, я вам говорю, вот такой человек, у которого все технологии вкачаны, вот так человек против базы, у которой там везде там что-то прокачано, но чуть-чуть, да спокойно можно сажать фиолетовых и лупить ваших С-героев там или Иксов и будут выносить. Да просто за счет вот этих показателей вообще можно героев нафиг выкидывать, наверное, из БТРа. Там сами войска уже жирные. А еще специализацию войск я забыл тоже. Там вообще просто лютая жесть. Короче, ребят, ну вообще уже наши герои, по сути, даже фулл прокачки, это просто картинки. На самом деле. Вот уже сейчас это уже картинки. Если у вас все технологии прокачаны, берете стандартную связочку, не знаю, русский БТР, и вон, гепард, Настя, и ванов, и вперед. Потому что, если у вас везде будут такие огромные проценты, а у вашего соперника нет, то вы его просто размотаете вообще вот так. Алене жуя там пройдете, как танкер. Вот. В общем, жизнь полная. Я пока просто еще в шоке прихожу в себя. Ждем, соответственно, на всех остальных серверах обновления. Посмотрим, будут ли какие-то изменения. Ну, я что-то сомневаюсь, что будут. Вроде технология вылезана, все более-менее неплохо. Ну, и думаю, цены как раз-таки очень, в кавычках, демократические как раз для нас. А вот ждем, как говорится, будем смотреть. Вот, походу, надо будет перезаписывать видос насчет того подведения итогов 22-го года еще далеко не все. Не в итоге. А в общем, ребят, буду ждать ваших комментов. Очень жду вашего мнения, потому что, что вы про это думаете, мне очень интересно понимание вообще в целом ваше понимание от этого всего. Ну, как, что делать дальше, что думаете. В общем, жду вас в комментариях. На этом у меня все, ребят. Увидимся в новых видосах и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok